Я считаю, что не прошли мы тест на европейкость, ну и слава богу, ну представляете, какая-то скукотища. Пришел Берлускони в суд, вынесли приговор, один бит информации. Пришел Саркази в суд, получил приговор, один бит информации. Порошенко, ну представьте, в декабре взял бы он повестку, сказал бы водителю, поехали, пожалуйста. О чем бы мы говорили? А тут, аэропорт, все вжуляны, бутерброды, люди мангалы с собой брали, термосы с чаем, гнались за Порошенко, потом под судом все это. Это драйв, это красиво, этим Украина отличается. Мы не теряем, ну я разговоры про диктатуру всерьез не воспринимаю, потому что, ну если бы в стране была диктатура, то Порошенко упаковали по аэропорту, а вы здесь сказали слово диктатура и вас буждали уже на выходе. А я за то, что повторил, на всякий случай забрали бы меня, наверное. Расскажите Бутусову, какое криминальное справа за то, что он задавал незручные питания. Это, кстати, вам, как журналистам, тоже питание. Вот вы вважаете нормально, что задаешь неприемное питание президенту, в тебе криминальное справа. Мы не зовсім, вот журналисты, тем паче, там справа, яку мают коммутовать право в грунте. Если позволите, я закончу. А в Трухино все хорошо. Если позволите, я закончу. Все это шутки, я люблю драйв истл. Украина превратила политику в шоу уже давно, это не вчера началось. Ну мы помним, как арест Корбана при Порошенко президенте, по его, в принципе, поставленной задаче, 500 спецназовцев, броневики, мэр Днепрофилатов не понимает вообще, что происходит, откуда в городе военная техника. А Саакашвили, беготня по крыше, бог с ним, это шутка про Карлсона стала, но как его не пускали через границу, это же была песня, он прорывался, саботаж силовиков. Ну то есть у нас это уже давно мы привыкли. Кто прорывался обратно, потом снова выехал. Ну да, ну то есть вот при Петре Алексеевиче это все было, и оно сейчас продолжается, это такая украинская карма нежная, политическая. То есть, но на самом деле все в пятницу было еще предсказуемо. То, что он не вернется, это ерунда, он вернется, всем было очевидно, что он вернется. То, что крики с другой стороны, что его посадят, ерунда, не посадят, всем было очевидно. Ему в аэропорту никто его арестовывать не будет, кому нужен этот цирк. Ну цирк должен знать тоже свои границы. А, снова что-то, не будут арестовывать, я потом просто можно факты задать. Да, да, да. И его спокойно в суд, и в суде, поскольку нет никакого уголовного дела против Петра Порошенко. Есть уголовное дело в отношении организованной преступной группы, куда входит Порошенко, Медведчук, два народных депутата, Кузяра, которого называют представителем Саши-стоматолога, старшего сына Беглова Януковича. Процедуевый дозор не встановлен на колоссе. Мы нагадаем справку про... И ДБР говорит про министра энергетики, не называя фамилию, хотя все мы знаем, что это фамилия Демчишин, это креатура Петра Алексеевича в Кабмине. Вот эта группа особ. Поэтому не светил арест Порошенко никакой. Почему? Потому что не дадут ему больше, чем Медведчуку, потому что Медведчука любят очень мало, а депутатологи любят больше. Ну давайте тогда сделаем ставочку, мы сейчас ждем решения, какие будут заключены за это. Домашний арест, все. Домашний арест, окей. Пане Георгие, ваши розумеется. Мы почему, я хочу почути, витвить на это запитание, потом будем фактаж нагадывать. Бесплатно, безкоштовно. Безкоштовно адвокат на адресу Медову-2. Так, ДБР сказал, что мы не выкликали. Вот и все. Ну, мы...